Друзья, всем привет! На сервере Зов Затона вышло крупное обновление. Добавили новую локацию, а именно Юпитер. В этой серии я отправлюсь в окрестности Юпитера, вступлю в группировки ученые, попробую выполнить сложнейший квест. Целую пати из пяти человек развалит всего лишь одна собака. Ну а какой будет итог этого похода, вы увидите в конце видео. Не забывайте ставить свои оценки, ссылка на проект находится в описании. Всем спасибо и приятного просмотра! Обновление Сталкер Зов Затона. Появилась новая локация, куда я конечно хочу направиться. Для того, чтобы туда отправиться, нам надо найти проводника. Вот он возможно проводник, но предварительно я загляну в свой ящик. Что у меня тут? Ну тут у меня так, маловато всего. Но в то же время у меня есть вкусные артефакты, которые я потенциально могу продать. Кстати да, вот с деньгами проблема. Сколько стоит проводник? Какую работу? Артефакт грави? Нет, такого у меня к сожалению нет. Что это проводник? Да, это проводник. Он стоит, ему надо куда-то в ноги, ему надо тыкать, ё-моё. За сколько ты проведёшь меня на другую локацию? 10 тысяч? Ну в принципе, в общем, если так подумать, наверное это норма, относительно. То есть я в общем-то могу ему что-то слить, наверное, потенциально. Но артефакты часто не хочется продавать, но а что теперь делать? Контент требует жертв. Наконец-то! Не, на самом деле я рад, что появилась новая локация. Чувствовалось, что её не хватало, потому что какая-то большая была тут конкуренция. Мне, конечно, всё равно удавалось находить артефакты, но тем не менее. Так, а, это, кстати, сердце химеры. Ну а что мне теперь делать? Всё это копить до бесконечности? Держать, непонятно когда? Нам уже сейчас нужно отправляться. Очень жаль, конечно, за копейки артефакты продавать. Но хотите ли вы видеть сейчас очередной фарм? Сомневаюсь. Что вообще из-за этих артов? Ожог 30, кровотечение 60, радиация, я думаю, что вот так, 9 900. Как раз-таки пламя мы хотя бы оставим. Так, аккуратненько. Ё-моё, �-моё, �-моё, �-моё. Интересно, кстати, сейф везде будет одинаковый или тут конкретно свой, но и Питере будет свой. Ну логичнее, что на Юпитере свой. Мне ещё и починиться, кстати, нужно. Ой-ё-ёй-ёй. Да, дело, конечно, такое. Я не знаю. Более, я одинаковый. Как говорится... А, я не могу ему почему-то консервы продать. Могу только аптечку продать. А, ну вот, могу. Могу вот так делать. Да, 10 тысяч хватает. В принципе, тогда живём. Можно в бункере учёных исследований делать и артефакты прокачивать. Охренеть. Вы слышали? Минимум по медицине есть. Две аптечки всего лишь, ё-моё. Ну как-то будем выживать, я не знаю. Выживать, разбивать ящики. Ну вот ещё одна аптечка. Патрончики мне, пожалуй, не нужны. Поехали. Пробуем, так скажем, перемещаться. Мне нужно на другую локацию. Юпитер. Поехали. Опа. Меня перекидывает, получается. Я нажал, да? Меня перекидывает на другой сервер. Миссинг мап. Закрыть. А, ну вот, ваш персонаж находится на локации Юпитера. То есть, меня что-то выкинуло. Видимо, из-за того, что загрузка первый раз. То есть, я не могу загрузиться на зов Затона. Соответственно, надо вводить IP сервера Юпитера. Правильно? Вроде как правильно. Ну вот, я, соответственно, нахожусь в дискорд сервере. Ссылка на который в описании. Я отсюда уже копирую мрак Юпитера IP. Опять же, открываю консоль на F10. Прописываю коннект и IP мрака Юпитера. Где я уже должен появиться. Просто потому, что... Хотя, все равно написано в зов Затона. Но это, наверное, так. Просто заглушка. Я загрузился. Уже вижу Юпитер. Ну и вы, в общем-то, имейте в виду, что при первой загрузке она может быть дольше, чем обычно. Выразимся деликатно. Загрузить персонажа. Серега Копченый. Поехали. Первое впечатление. Я появляюсь на Янове. Интересно, сколько тут народу играет. Вы можете получить бесплатно донат валюту. Спасибо. Какой-то аномалий тайник точно так же. Кто-нибудь подойдите на земснаряд, пишет бандит в чат. Ну да. Прямо-таки побежали. А что дверь-то у нас открыта? Давай закроем. Что-то мне некомфортно тут с открытой дверью. Вот такие замечательные столы. Сейфы приспособили. А, это не писи как бы. С ними можно поговорить как-то. Можно. Флинт. Чем занимаешься? Пришел в зону за хабаром. Сейчас прям такая пруха у меня. Много чего нашел. Связями завелся хорошими. Ох, недавно такое было. Ты бы офигел. В общем, поднимаюсь, что в зоне вы отличаете от некоторых. Сейчас вот планирую машину себе купить. А то что по зоне? Пешком разгуливаюсь. Понятно, с ним можно бухнуть. Но мне кажется, это какая-то идея нехорошая. В общем, присутствует баг. Или не баг. Не знаю, как это назвать. Надо вот так куда-то в ноги целиться. Что-то поговорить. Ну, смотрите, целюсь прямо в него. Ничего. Сколько? Десять тысяч обратно. Понятно. Ну, пока что обратно я не хочу. О, тут музыка с Юпитера еще запустилась. Гавайц. Откуда-то у меня нога снорка взялась. У меня же ее не было. Либо я ее проглядел. Ну, ладно, допустим. Вы продали катушка? Что? Если у вас сама есть текстурка, напишите в консоли. Airflusholt. Подожди, Airflusholt. Кого, кого, кого? Ну, ладно, пишем. Такой команды не существует. В смысле? А какая существует? Не понял, прикола. Долговец какой-то. Ну да, тут, кстати, побольше, наконец-то, разного добавили. Больше оружия. Правда, почему-то он так отдельно его не показывает. Пока что надо все вместе смотреть. 315 тысяч сева. Уф. Ремкомплекты. Это что? Беревка. Мыла не хватает еще в продаже. Не, ну, в общем-то, нормально. То есть, больше стволов. RPG тот же самый. Хотя, ФТшку мы и там видели. Я так подозреваю, что нельзя носить броню в фракции, будучи не привязанным к этой фракции. Я в этом не уверен. Надо посмотреть. Отклик. Ё-моё, все сломалось. Ну, не все. Вон вояка. Тут какие-то серьезные все типы, я смотрю. Хотя нет, вот, пожалуйста. Какой-то мужчина. Так, если мы откроем карту, что будет? Если мы откроем карту, то можно увидеть всю локацию. Карьер, завод, туда-сюда. Кто-то что-то говорил про бункер ученых. Якобы туда можно взглянуть. И там что-то интересное можно найти. Ё-моё. Давай с оружием бегать. Хотя там уже я кого-то вижу. Поэтому сомневаюсь, что хоть что-нибудь я смогу найти. Но осмотреть новую локу стоит. Тут, как видите, все немножко иначе. Не совсем как в оригинале построено. О, так и бункер близко прям вообще рукой подать. Ёптыся, народу-то... Здорово, дверь. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Подожди, Еле, это костер. Здравствуй. Кто здесь? Здорово. Можно себе компанию составить, пожалуйста? А я тебя не знаю, мужик. Ты кто? Откуда ты знаешь, что я Сергей? Мне приходилось видеть вас на Скадовске. Еще на Затоне. Меня зовут Данька Самовар. Здорово. Что-то уже давно тут в этой местности? Да, я могу тебе показать, где есть аномалии и артефакты. А также могу рассказать пару заданий, которые дают ученые. Ну, в общем, расскажи так, если коротко, что интересного тут. В общем, если коротко и ясно, то Сталкер рассказал мне о том, что если вступить в группировку ученые, то можно взять довольно интересный квест со сканером. В некой аномалии есть сканер, который ты должен прийти и активировать, после чего надо будет выдержать 5 волн мутантов. При этом далеко от прибора уходить нельзя. Я решил, почему бы не попробовать. Получилось очень весело и печально. Ладно, я пойду в ученом стану. О! Не, это... Ладянь его! Ничего себе, он сальдуху крутит. Ничего себе, он сальдуху крутит. Ты что, улыбнулся, что ли? Что он сальдуху? Что он сальдуху? Охренеть, что-то он какой-то живучий. Профессор Круглов, вы не можете торговать. Все понятно. Пойдемте еще кое-что покажу. Интересно, даже плюшка. Ну, покажи, давай. И тут можно оружие достать. Так, текущий артефакт образцов с замером. Когда ты собираешь замеры, у тебя есть образцы замера. Ты можешь получить любой артефакт и улучшить его. То есть, добавить повышенные свойства. То есть, если я сюда засуну пламя, то он душится? Да, то есть, там выпадутся рандомные показатели. Там, пристойкость, выносливость. Огнестойкость, вот это вот, ожог. Вот это вот. Мне не повезло. Но тут они очень ругаются, если ты, типа, их замеры, которые они собирали, сразу тратишь. Ну, а что, мы втроем осилим это задание? Если взять? Или как? Да, осилим. Ну, мы с пулеметами, да. Мы осилим. Ну, я взял, пошить это дошло. Да, конечно, осилим. Так, в общем-то, мне передали какую-то небольшую часть средств. Выходи, мужик. Небольшую часть средств, за которые я получу себе возможность приобрести ученого. Соответственно, за ученого я смогу пройти некий ивент тут, который мне говорят, очень надо посмотреть. Соответственно, я его хочу посмотреть. Так, вы поменяли свой класс. Кто я? Ага, я просто ученым стал. Но я все еще не потратил деньги на то, чтобы конкретно ученым стать. То есть, получается, я сейчас... А, так у меня изменилось. А, смотри, ко мне снарягу выдали какую-то. Или как понять? То есть, у меня как бы Вальтер есть, но по факту... Я его не вижу у себя. Не знаю уж, как это работает. Вы уже стоите в этой фракции. Поменять класс можно так. Давай поменяем. Классы. 30 тысяч рублей. Уверены, что хотите доступ к классу? Уверены. Вы не можете выбрать класс ученый. Так, Дмитрий. Я не могу. Так, чтобы поменять класс, надо подойти к этому. Все. Я сменил, наконец-то, свой класс. И теперь я нормальный ученый. Теперь можно попросить работу. Да, кое-что есть. Нужно делать замеры аномалии. Координаты я скину вам в КПК. Прибор там уже установлен. Нужно лишь дождаться, пока прибор закончит сканирование. Вы не отходите от него далеко. Также не советую вам идти одному. Возьмите с собой хотя бы пару защитников. Так как замеры очень сильно притягивают мутантов. Я возьмусь. Так, взял работу у профессора. Так, как бы на это посмотреть теперь? Цементный завод. Тут далеко. Далеко? Давайте аккуратно. Хотя, почему далеко? 190 метров. Все готовы? Что-то я не пойму, подожди. У меня задание на цементный завод. Я тоже взял. Значит, у нас другие члены отряда тоже имеют это задание. Будем пробовать. А, ну вот, кстати, сканер. Так, а нам что, его прикрывать? Правильно? Сищать его надо и себя. По-хорошему тоже. Это будет сложно. Так. Достали. Опа! Есть такая тема. Появились гады. Ё-моё, собаку не может заносить, прикинь. Бедный мужик. Но я что-то вообще не попадаю. Это надо поближе подойти. Мужик, да убей ты его уже. Какая-то особенная собака. Чуни на голове. Какая-то херня непонятная. Живем вроде. Хотя кто-то там орет. Кто стонет? А! На меня эта тварь напала. Надо маленько отойти. Сразу лечимся. Не, это реально жесть какая-то. Очень тяжко. Но я не понял, мужика может спасти меня? Так, теперь снорки. Не, это какая-то жесть, слушай. Прямо вообще лютая жесть. Не достаю до этого. Подожди, а что это вообще урона не идет? Я попадаю? Просто обычного встреч... А то, что собака висит в воздухе, это норм? Или я один ее вижу? Опа! Опа! Ёб твою! Ёб сыр! Что за электродок? Я такими темпами свой артефак могу профукать, скажем так, мягко выражаясь. Нет, что-то какие-то жесткие задания. Меня электрособака какая-то сожрала. Вот ты думай головой. Да, что-то как-то слишком люто получается. Да нет, слыша, если мы в пятером соснули. Ну да. Да мы еще и стали хрен пойми как. Надо как-то, я не знаю, по углам, а не просто так. Так-то если ты от нее, типа, далеко отходишь, то этот сканер, он помирает, типа, заново. Это, это не его аномалия. Давайте еще раз попробуем. Да не, не надо. Мне кажется, тут какое-то место такое, открытое. Надо попробовать на цементном заводе. Хотя бы раз. Да-да, нет-нет. Если нет, то, ну, печально. Как-то слишком жестко, реально разное количество мутантов. Ну и по-своему это и интересно в том плане, что какой-то челлендж. Вот попробуй с друзьяшками своими. О, здорово. Жесть. Кабанов уже особо никто не освежевывает. Ну и я уже очень близко. Надо будет посмотреть, можно ли там спрятаться хотя бы где-то. Как-то куда-то залезть. По углам нам сесть и пытаться жить. Я просто вообще не представляю, как иначе. Уже меня кто-то видит. Где-где-где? Сзади. Блин, опять электрособака. Иди ты. Ну, что-то тут тоже открыта какая-то зона. Да, Серег. Давайте в любом случае решим сразу, где мы будем стоять. Как-то не на открытой зоне, может быть. Смотрите, вон крыша есть. Кто-нибудь куда-то разойдитесь так, по углам. Да. А так, можно типа, смотри, сделать, смотри. Стой, стой, стой. Тогда это смерть. Вон, мужик забрался на окно. Все, я включаю. Чем раньше закончим, тем целее будем. По далеко можно открыть. Ёпта, чё такой кабан живучий? Он какой-то особенный. Не, как только появится электрособака, я, скорее всего, отъезжаю сразу же. Но я к этому готов. Надо понять, насколько ещё далеко можно отходить, в принципе. А, уже нет. Уже не считается. Да, но в натуре надо стоять прямо тут. Собака бежит. Какая-то электропёс? Нет, это не электропёс. Это какой-то другой. Другой. Жень, почему неплохо? Стреляйте, стреляйте, стреляйте. Всё. Не, это всё. Это забей. Не, это какой-то трэш. Это забей. Как же было обидно слиться от плоти, когда мы уже замочили контролёров. А самого обидного в этот момент я ещё не осознал. Ведь я потерял свой дорогущий артефакт. Я не вижу смысла тут дальше оставаться. Я думаю, можешь попытаться мне обратно вступить в сталкера, да, походить аномалии поискать. В аномалиях пошарится. Ну всё тогда, мужики, чё, расход. Давай на Янов, чё ли, вернёмся, посмотрим, что тут. Ну вообще нормально так. Жёстко меня встретили. Кстати, кто вот этот чё? А, это проводник, мы уже смотрели. Обратно сталкером можно стать? Сталкер. Я вообще могу это сделать? Стать вольным сталкером? Да, вы вступили во фракцию вольные сталкеры. Почему? Потому что... Ну а как бы что? А, ну я, кстати, артефакт профугал. Дорогущий. Но я не буду расстраиваться. Да, я не буду плакать. Я не буду кряхтеть. Ну да, вот такая вот ситуация произошла. У гавайца неплохо было бы прикупить медикаментов. Хотя бы немного. Два бинта, это то. Но встречаюсь здесь, конечно, вообще прям кайф. Мутанты и так далее. Так, ну и конечно, надо будет по аномарям ходить. Кирпичи пересвеченные какие-то цветы. В общем, нам, очевидно, нужно походить по каким-то аномалиям и что-то поискать. Это в деревне Копачи наверняка. Карьер. Я думаю, тут такие же аномалии, как в оригинале. Да, может быть, есть еще пару новых. Плавни, кстати, вполне можно посмотреть. Ну и, в общем-то, ближайшая тут аномалия плавни. Поэтому я предлагаю, наверное, идти туда. Почему я не могу? Просто прямо пройти. А вот теперь могу. Как раз в какой-то аномалии произошел выброс артефактов. Думаю, что это лучшее решение. Потому что нам нужны деньги. Ну и попутно я, конечно, буду изучать локацию. Вот, например, склад. Ближайшая точка. Пойдем сходим сюда. Посмотрим, что тут вообще есть. Но подозреваю, что это чья-то база просто. Да. Какое-то помещение. Подожди, что фонарь выключился? У меня села батарейка на фонарике? Или что? Как понять? Да, не лучшим было решением, конечно, сразу же идти. Воевать с химерами. Но я думаю, тут просто ребята хотели мне показать. Контент. Поэтому, ну, ничего страшного. Помер и помер. Потерял арты. То. Тут же ничего нет. Вот это прикол. Как это понять? Так, подожди. Вот это да. Ты прикинь как? Ну да, как ты думал. Вот так надо прокидывать болты. И аккуратно ходить. Ну, тут уже артефактов однозначно нет. Соответственно, отсюда можно идти куда-то в другую сторону. Не, вот это вот задание с сдерживанием волн мутантов. Оно в какой-то степени интересное. Но меня немножко напрягает, что мы даже в пятером не смогли пройти. Сам первый раз. Еще в копачах. Может быть, отчасти это потому, что у нас все было не слажено. Там мы все стояли в открытом местности. Но, как оказывается, там, в принципе, все в открытой местности. Всегда нужно в открытой местности быть. А, соответственно, как быть? Как жить? Да, теперь я понимаю, что на предыдущей локации, конечно, было маленько полегче. Но, может быть, это от того, что я эту локацию изучил вдоль и поперек уже. Вполне может быть. Тут пока непонятно. Там я знаю, в каких местах появляются артефакты. Куда надо встать. Можно там же чуть ли не без болта ходить. А сейчас... На новой логике все по-новому. Хоть бы один арт найти. И ночь тут какая-то реально более темная. В чем же кто-то делал? А, ничего себе, тут куда можно зайти? Подходи, брат, у меня как в Греции. Покедова! Гавайец в подвешенном состоянии. Есть туалет, пожалуйста, все по-цивильному. А вот и свобода. Тут понятно. В комнате немножко пустовато, но то ладно. Думаю, потом докинут всякого. Да, пока что получается, что я пришел на локацию и потерял абсолютно все, что у меня было. По крайней мере, большинство из этого. Тут, понятно, долговцы. Ну и техник. Ого. Время? Интересно, это настоящее. Кстати, походу, да. Я принес себе текстолит, катушку и олова. Мне нужно все четыре элемента, иначе себе скидки не видать. На коленочку, на коленочку вот здесь и на коленочку. Да, прикольно, что время идет, как бы получается. А ты кто? Паштет. Задание? Пустышка. Ага, ну это тот же самый сталкер, как на предыдущей локации, где можно было брать квесты. Так, что у нас в подвале? Вообще есть что-то? Да, тоже есть сталкер. Зверобой? Да. И у него можно взять задание. Сколько, сколько? Рядом один мутанта, витает бюрер. Нужно зачистить это место. Заплачу 200. Место я тебе скину в КПК. А, ну кстати, давай, 190 метров. Сам ты лысый. Смотрим, личный летайник общий. Общий, кстати, ого. Вот сюда-то и надо было спрятать свой артефакт. Но я не знал, я не был уверен. Так, а тут мне предлагается сбегать на завод Юпитера и замочить бюреров. Мне кажется, что это у меня не получится, но пусть будет между делом, так скажем. Время вот тем временем, кстати, идет. Время тем временем. Да, именно так. Это что такое там? Подожди, ты кто? Ну, я типа кого-то вижу? Ну да. Надо бы, конечно, дождаться какого-то хотя бы минимального рассвета, что я, наверное, сделаю, посидев пока здесь. Мужики общаются с светом фонариков. У них какой-то свой язык. Сколько у нас время? 4.45. Скоро рассвет. Я при этом жрать хочу. Дожили до того, что мне, походу, скоро надо будет побираться. Хотя, стоп, у меня же тут была еда. Целых пять консервов. Можно парочку забрать. Сергей. Да. Хочешь подарочек? Какой? Гостиничек такой. Неплохой. Ну, покажи. Дерьмо плоти? Ладно, иди сюда. Подожди, где? Держи. О, держите в кубре колямбу. А за что мне такое? Да не знаю, почему я это хрена. Но тебе как-то помочь хочется. А, ну спасибо. Этот Андрей ушел. Можешь с тобой побегать? Да, я просто изучаю локацию. Территорию новую. Я могу показать, где есть аномалии хорошие. Там, где тоже питательные такие артефакты есть. Ну, да. Тут просто немножко изменили ее. О, выброс. После выброса. Давай прибежим к ближайшей аномалии, где можно артефакт найти. Если ты знаешь. Да, да, да. Тут вот, наверное, там под баск. Пойдем к выходу встанем. Ну, честно, я не очень люблю принимать подарки. Но в условиях, когда я потерял артефакт за 8 тысяч, я думаю, что ну, можно на это закрыть глаза. А не люблю я принимать подарки, потому что это помощь. И когда зайдут обычные игроки, вы, мои зрители, да, условно, там никто помогать не будет. А, ну все, разбежался. Вот. Все, побежали. Погнали, погнали. Давай, давай, давай. Так, сталкер утверждает, что он знает, где можно найти артефакты. И совершенно бескорыстно хочет мне, сталкер, новичку это показать. А я, в свою очередь, могу это показать вам, моим зрителям. И вы будете знать, где можно найти артефакт. Хотя это не по РП, кстати, точняк. Ну, тогда вы не будете знать. Все, забудьте, кто собирается приходить играть, где мы нашли артефакт. О, сканер. Почему здесь нету ничего? Ага, понятно. Ну, может, в других одобрали что-то. Ну, давай в другую пойдем. Пошли к другу. Все, нас тут опередили. Ужди собачки сзади. Опа. Кончай его! КАС! Жесть. Ну, один хвостик я себе позволю отрезать все-таки, потому что одно замочило. Мне сейчас деньги очень нужны. Чего? Вот здесь. Нету, да? Что, пропали опять? И тут нету, да, ладно. Да. А ты не знаешь, мужик, почему их нету? Они же после выброса вроде всегда здесь. Мне зверобой давал задание бюреров замочить на Юпитере. На заводе. Я думаю, один не вывезу. Что думаете, слишком жестко? Пошли. Ну, что, попробуйте. Там, кстати, она маленькая. Ну, пойдем попробуем. Только, честно говоря, у меня почему-то отметка в ПДА пропала. То есть, я ее вставил, а она пропала. Возможно, далеко просто. А, а то вдруг зверобой отменил, мы сейчас просто так придем. В общем, присутствуют некоторые недоработки на карте. Как мне рассказывают игроки. То есть, в принципе, это не... Неплохо. Ну, понятно. Это может присутствовать, это может быть. Всякое бывает. И бандиты не остановят долг. Начинается. Долговец там с ума зашел. Воспользовательные поступи на помощь гражданам. Опа. Чуть не влетел. Да все. Тут можно что-то найти, как вы думаете? О, мужики, два целых. Ого. Неплохо. Серега, забирай его. А что за арты-то, Белли, хоть? Ай, за... Мутанты идут. Кабаны, кабаны. Ну ладно, давайте я... Давайте иногда я вам поделю артефакты. Кабаны. Пладем его! Пладем его! А зачем долгов там вообще артефакты? Долгов же это презирает все. По идеологии. А с днем сдаем. А-а-а. Все, понял. А она пропала. А Серега вспышку. А ты достань детектор, мужик. А не пропа... А, достань детектор просто. Ты вспышку-то забрал? Все, все, все. Так, ну, допустим, вот мне вспышку отдали. Электричество минус 10. Я так понял, это плохо. Зато быстрая холодность плюс 73. Мне кажется, вот это прямо очень топовая тема. То есть я на 73% быстрее буду бегать. Да. Это правда, друзья, что когда вы зайдете... Кабан, кабан, кабан. Мочи его! Ебать их стая! Двое еще. Стою девочку, как раз, находил сердце оазиска. А что, можно найти? Это, наверное, все брешут, брешут. Брешут, что здесь аномалия. Так вот, друзья, конечно же, многие уже знают Сергея Копченова на сервере. И поэтому ему есть какая-то помощь. Ему есть особое внимание и так далее. Мне это не очень нравится, но, так скажем, я понимаю, что люди это делают не со зла, а с добра. Вот, помочь туда-сюда. Поэтому вы имейте в виду, что, конечно же, когда вы зайдете, вы будете делать все сами. А из моих видео вы можете узнать о местах, где что есть, где что можно взять. Я всегда боялся вот таких огромных зданий, как Юпитер. Да не, мужики, что-то отметка не вернулась. Скорее всего, нет у меня задания. Отменил его, зверобой. Че идти тогда? Давай посмотрим, тут еще три аномалии есть. Собака бежит, собака бежит через мост. Собака. Кладем его! О, электропес! Кончай его! Да почему бедя? Ай! Сволочь, не доставай меня! Я умираю, я умираю. Кто-нибудь! Не доставай меня! Мотив его! Да, электропсы какие-то слишком жесткие типы, прям невероятно жесткие. Потерял я артефакты. Благо артефакты не потерял, поэтому я их предлагаю. Подожди, а где Ярик? Кто такой Ярик вообще? Какой он кто-то покупал пустышку у Ярика? Если ему еще надо, то я могу ему продать. Но, скорее всего, скорее всего, нет. Работа. Вспышка, кстати. Подожди, вспышка, это которая у меня? Да. И ты за нее даешь всего 13 тысяч? Вспышка. 12 даже, 12 тысяч за вспышку. Ты что, с ума сошел? Ну, как по мне, она дает хорошие статы, но, видимо, видимо, недостаточно хорошие. Так ее за 5 можно слить. Ну и давай вспышку и пустышку пока уберем. Пусть они лежат в личном схроне. Попробуем еще раз с зверобоем поговорить. Может, он даст опять же работу. Рядом обитает 1300? 1300. Ну, там, конечно, слепой пес. Ну, это смешно. 1300 зачистить логово слепых псов. Ну, пойдем, это рядом. 40 метров. 35 метров в ту сторону. Ну, 1300, это, конечно, смешно, но... Так, ну, тут уже где-то должно быть собаки. Судя по отметке, куда... В метку встать. Да? Да, только резко отбегаю, потому что... Понятно. Я в тебя попал, что ли? Да, я не знаю, не понял. А что за мешки у них на голове? Не знаю. Хвест вроде как у обычной собаки. Ну, в общем, неплохой квест. То есть, ты берешь задание, появляется... Значит, появляется метка, куда нужно пройти. Давай я пить разгоняю там, посмотрите. Что это? О, это сноу. Это мужик. Ну, как ты так кувыркаешься? Это конченый. Все, это трэш, надо уходить. Такое чувство, что тут мутанты стали живучие. То есть, на затоне как-то их попроще было валить. Мне так кажется, по крайней мере. Ну, ничего. Хотя бы что-то. Пойдем, зададим задание. Какие-то копейки заработаем, и... И хорошо. Выполнил работу. 1300. Еще есть? Ну, видимо, нет. Видимо, надо подождать какое-то время. Да. Ну, видишь, как повезет. То есть, там мне выполнено бюреров за 13 тысяч. По-моему, мне предлагало лишь 16 тысяч. Вполне реально это выполнится. Но, опять же, в одиночку... Это, конечно, сомнительно. Что нам стоит ждать тут? Кстати, тут же тоже аномальная зона. Сомневаюсь, конечно, что прямо здесь я сейчас могу найти артефакты. А, ну сюда нельзя пройти или как? По крайней мере, так, со стороны, если посмотреть. Наверное, надо туда спускаться прям. А вот он не спустился. Ладно, поехали. Фиксирую собаку. Кладем его! Электропсина опять, по-моему. Так, надо сразу отходить. Чтобы она укусила не меня первого. А то меня с двух укусов отправляют в нокаут, так скажем. Как-то стать хорошее место. Ё-моё, что с ней? Не, это хвост особенно падает? Нет, обычный хвост это собаки. Вот это печально. Я-то думал, с такой гадины какой-то особый хвост падает. А оказывается, обычные пседы собаки ничем не отличаются. Это тоже, кстати, обидно. Ещё одно слышал. Ещё одно. Это электро? Нет. Я тоже попал. Всё. Добеглись. Это вообще какой-то... Всё. 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 Всё.